Я оценила масштаб бедствий на своей ноге. И что решила? Результат наших прогулок сегодняшних стертой крови ноги. А, так. Снова. Это уже третий раз. Да? Да. Видишь, как бывает. А что, когда прогулка заканчивается стертой кровь ногами? Ты же хотела погулять, вот и погуляла. Кстати, нас ждет еще дуб. Приветствую вас. Меня зовут дядя Митя, ее зовут Юля. И мы сегодня делаем экскурсию по городу Воронежа. Гуляем и наслаживаемся видами. Сегодня у нас произошло открытие Советской площади. И мы не могли пропустить этот момент. И пришли именно сюда. И заодно еще мы пришли, чтобы гулять по центру, по городу Воронежа. И посмотреть, где можно провести хорошо время. Где можно насладиться красотой города Воронежа. И мы гуляем. И смотрим, вот такая красота у нас наконец-то в городе есть. Это просто открытие было совершенное. Можно так даже сказать. Была разруха. И наконец-то здесь стало очень-очень красиво и многолюдно. Люди сюда приехали со всех окраин города Воронежа, можно так сказать. Именно сюда, чтобы посмотреть и увидеть своими глазами первый раз, как это все выглядит. Ночью здесь еще намного лучше. Здесь подсветка фонтанов. Светится все. Музыкальные фонтаны. Это очень красиво. Прикольно, туманчик пошел. А еще здесь такие фонтаны, что придают именно эстетичность этого места. Раньше здесь были тоже такие фонтаны, но они настолько были красивые. Здесь они, видите, как все классно пьет струи просто в разные стороны. Я хочу посмотреть, как это будет все выглядеть ночью. Мне кажется, просто красота будет незабываемая. А если сегодня получится это заснять ночью, это будет очень хорошо. Такие фонтаны прикольная тема. То, что нет вот этой чаши, где вода цветет и воняет. Все-таки, мне кажется, будет здесь летом просто классно. Незабываемо можно проводить время выходного дня. Также здесь много посажено всяких цветов и всего остального. Видно, что тут много вложили денег, много средств ушло именно на восстановление этой площади. Дома вокруг ремонтировались, чтобы придать именно эстетичность этого места. Чтобы не было разрухи и чтобы люди приходили и видели, как здесь красиво по сторонам все равно. Очень классно. Также здесь находится на этой площади еще церковь Покровская, где я когда-то крестил свою племянницу. И здесь центр города. И все-таки, я думаю, должно быть красиво. Не как раньше было. Здесь люди могли просто бухать, сидеть на лавочках. Это было, конечно, ужасно. Менты отсюда не забирали, конечно. Но это ужас, конечно, что тут творилось. Особенно на день города. Я сам здесь много раз уже пиво пил. Как будто уже находимся не где-то в Воронеже, а где-то находимся в Европе. Идем так классно. Кому тоже понравилось, как здесь все сделано, как выглядит все со стороны. Не забывайте ставить лайки, подписываться на меня. И я вам буду показывать много таких мест красивых, где можно погулять, насладиться местом вокруг. Не только в Воронеже. Ну и не только в Воронеже, да. Также на этой советской площади находится у нас концертный зал, где приезжает много известных людей. И они тоже, когда приезжают, я думаю, они смотрят и ставят свое мнение на это все происходящее. Тут бывает и Тимати, и там много всяких разных, и не кроме Тимати. Кто там еще и звезда у нас, я уже и не знаю. Короче, только на Ум Тимати пришел. А еще тут мне что понравилось. Очень много лавочек. Сделан белый гранит, который, конечно, будет, когда солнце отражаться, и будет не очень, конечно, хорошо, но он белый, и все классно так смотрится. Мы зашли в одно из прекрасных мест города Воронежа. Это Петровский сквер. Здесь очень красиво, здесь посажены цветы, а также здесь есть памятник Петру Первого. Он повернут не в ту сторону, вот посмотрите. Он показывает центр, где находится, а он должен показывать на Воронежское водохранилище. И судя по поверью, который я знаю, то что один раз ехал, не знаю кто, не купец, один раз ехал какой-то, то ли Сталин, то ли еще кто-то, ну, короче, известный, известный человек ехал и говорит, а что это он ко мне с задницей повернут, быстро разверните его. И его перевернули в другую сторону. И теперь он показывает, то ли на ЖД вокзал, то ли еще куда-то. Ну, в общем-то, вот такая есть сказка и поверье. Я не знаю, верите в это, не верите. Но я больше придерживаюсь веры, потому что я не думаю, что Петр Первый будет показывать сторону ЖД вокзала. Типа, уезжайте отсюда быстрее. Нет. А также здесь есть фонтан. Там стоит жара, и ты хочешь освежиться, ты подходишь, где есть вода, водоемы. И брызгами тебя освежает. Довольно тоже интересно, как бы нормально. Также здесь находится гостиница, вот сзади меня она находится, да. Ну, так вот. Нет. Я бы здесь даже остался, посидел, поел бы мороз. Интересное место, и очень красивое, самое главное. То, что двух, постоянно за ним видно уход, то, что здесь растут цветы, сажаются, удобряют. Ну, вообще, просто не сквер, а сказка такая, вы знаете. Здесь находится пушка, я люблю свой город, я люблю Воронеж, мне приятно здесь, потому что он мой. Не, ну, а что, красивое. Если не присматриваться к мелочам, то довольно-таки так замечательно. Гуляли мы по городу Воронежа и изобрели вот такое место. Это Площадь Победы. Мы сегодня решили пройтись по площадям, да. Сейчас были на Советской площади, сейчас на Площади Победы. И здесь очень красиво. Но единственное, что здесь почему-то опять же не хватает, это цветов. Но мне кажется, это все идет именно с подготовкой к чемпионату миру по футболу. Поэтому здесь их место, конечно, красивое, находится в центре города. Все сделано тут уже давно, ну, как бы нормально сойдет, что можно и посидеть. Открытие Площади Победы было 9 мая 1975 года. Ну, вот здесь вот как-то сделано так все. Блин, вот единственное, что мне не хватает, это цветов. Я первый раз сюда пришел, здесь нет цветов. Но еще рано на самом деле, еще только начало лета, только сегодня 3 июня мы вот гуляем. И также здесь находится стела. Она очень высокая. Ну, у меня штук, наверное, 30 туда поместится точно. Так что вот так вот. Нет, здесь вид на город был бы замечательный. Но наше почему-то воронежское правительство не хочет обращать на это внимания. Если бы спилили вон те деревья, которые находятся, то было бы все отлично. Ну, их не спиливают. Я раньше видел там Чернавский мост. Можно было посмотреть на машины, как едут. Да. Вот такая вот штука. А так, конечно, здесь малолюдно. Людей здесь мало. Сейчас, наверное, все у нас, многие выезжают на природу. Многие едут также в парк Динамо, который тоже на моем канале есть. Я скоро туда съездю. Говорят, там что-то новенькое произошло. Но мы гуляем пока именно здесь. Также здесь еще работает замечательный фонтан. Ну, мы пришли сюда... И он не работает. ...в воскресенье. И он почему-то не работает. Это я не знаю, с чем это связано. Я как не бываю в центре, так он почему-то никогда не работает. Так что, вот так вот. Кое-где... Номер три посмотреть на фонтан. Кое-где все-таки есть цветы. Но наш город, это не как Казань, где говорят, если у тебя есть аллергия на цветы, то лучше туда не есть. Здесь у нас есть вот такие вот... Даже не цветы, а просто растение цветное. Ну, вот так вот. Все это сделано. Прошлись по приятному скверику. Все. Блин, у меня везде классно, суперс. Я даже другого... Я где не был, да, всегда класс, супер, друпер. Вот так вот. Я не умею критиковать, я умею только хвалить. Ну, что это сделать? Если на самом деле все сделано хорошо, можно и похвалить. Если сделано плохо, то можно и покритиковать. Ну, здесь довольно-таки чисто, хорошо. Здесь можно посидеть в Макдональдсе, в Чешкой Питнинсе, зайти еще в Киевсе. И вообще много куда можно дальше зайти. Ну, мы дальше идем гулять, наслаждаться видами, быть как туристами. А еще у нас есть в Воронеже пешая дорога, где продаются картины и много, что есть интересные. Книги продаются также. Можете посмотреть. Знаете, я бы купил и бы себе картину. Ну, у меня то денег нету, то я люблю любоваться на себя. У меня дома есть замечательная картина, нарисована красками, где я на главном фоне. На это я могу смотреть бесконечно. А на все остальное, к сожалению, не так. Поэтому, наверное, я и жалею денег. Но картина на самом деле красивая, правильно? Также ей продаются еще подделочки всякие, с Воронежем связанные. Вот мы находимся еще возле кинотеатра «Пролетария». Здесь сделан тоже... Знаете, единственное место, где у нас много цветов, вот сколько мы не гуляем по центру города Воронежа, нашли только в одном месте цветы, это только вот в этом. Но это кому интересно, кому не интересно, опять же, не будем на этом зацикливаться. Так что, ну, здесь все уже более-менее радужно, уже по-весеннему. И смотрится красиво, и все вокруг радует просто глаз. Здесь уже прикольно, да? Цветы растут, настроение радостное, веселое. И вообще, все-таки классно гулять по городу. Я не представляю, если бы я жил бы в деревне, я сколько раз уже об этом задумывался, что бы я там делал. Гнал бы самогон, ну, то, что я и здесь делаю, да, как бы, ничего бы не поменялось бы. Единственное, что я бы никуда не смог выйти. Пойдем туда. У тебя было бы хозяйство? У меня и так хозяйство есть, не жутано. Пять коров. Блин, пять коров. Да. Не, елчик. Есть поросят? Я бы не потянул бы пять коров. Да ладно. Да ладно. Ну, не знаю, мне кажется, нет. Почему? Куда мне? Мне бы одну коровочку было потянуть. Охренеть вообще. Не подходи к этому, все. Вот так, непонятно. Все. Так что вот так вот. Все. Успокойся, говорит. Это мне не кажется, что ты из тетаника. Это из тетаника. Да. Сидим, едим мороженое. У нас вот классическая музыка играет, скрипка. Может, с вами? Чуть-чуть, я-то, капельку, капельку. Все, хватит. Ах, скрипка играет, вообще класс. Романтическое настроение. Вот так вот. Вот так вот. Ну, так что, Юля, расскажете о сегодняшней прогулке. Замечательная прогулка. Вот и я тоже так думаю. Тоже все было хорошо. Единственное, не хватило пива. Ну, пить вредно. Я вам не советую никому. Пить это вообще ужасно. Так что, значит, не надо. Поэтому мы просто ходим, гуляем. Так, ребят, да, я, кстати, забыл сказать, то, что я еду в Абхазию. Все должны прям срочно, прям вообще в порядке, прям подписаться. И смотреть будет все, буквально все, то, что я делал в Абхазии. Как я это делал, чего делал, что я в этот момент говорил. Короче, все будет на моем канале. Вот так вот. Будете ждать цены, жилье, куда лучше сходить. Да. Только там я не знаю, куда мы будем ходить. Мы вообще-то собирались с тобой на Рицу. На Голубое озеро. Ну, куда-нибудь, да, сходим. А что вот так вот. Ты хотел съездить. Пить Сундру. Кстати, говорят, в Абхазии тоже людей крадут. Так что вы тоже смотрите. Если нас украдут, так что... Позитивный настой. Самый позитивный. Ну, к сожалению, да, видео не увидите, как нас украдут. А может быть, как раз таки наоборот. А может, может. Я считаю, что это все стереотип. Что крадут и так далее. Да. Ну, будем надеяться. Ну, я думаю, что если бы там реально крали бы людей, это было бы довольно так на слуху. Это на слуху и есть. Нет, ну, согласись, если в Турции кто-нибудь у нас попадает в аварию, допустим, либо там разбивается. Сразу об этом знает вся Россия. Если бы то же самое происходило в Абхазии, то об этом вот тоже узнала вся Россия. Мы находимся в Кольцовском сквере. Здесь... Классно, как всегда. Здесь растут ели, тут растут новые деревья, сделано все. И самое главное, мы нашли фонтан в городе Воронеже. Который работает. Который работает в воскресенье. Вот так вот. Сейчас я покажу вам фонтан. Здесь уже как-то по-другому ощущается все, потому что очень много людей возле этого фонтана. Это центральная часть НАТО, которую можно было сразу начать. Но мы решили обойти весь город Воронеж, чтобы найти такие достопримечательности, как здесь. Не, ну что, красиво. А еще ночью он музыкальный и светится разными цветами. Все довольно-таки предсказуемо. Здесь любят еще велосипедисты у нас ездить. Ездят по этому... Как его назвать тогда? Граниту. Поэтому граниту ездят и разрушают его, как могут. На что наши власти сидят и молчат. Хотя здесь находится рядом полицейский участок небольшой. Сегодня мы прошли весь центр города Воронеж. Мы не показали еще Чижовский плацдарм. Единственное, что я знаю, такое интересное и красивое. Что еще? Смотровая площадка. Ну, смотровая площадка, на которой я тоже был недавно. И мне тоже там довольно-таки понравилось. Спасибо. Так что вот так вот. Побывали мы везде по центру города Воронежа. То, что можно посмотреть. И все пешком. И все пешком. Весь центр прошли пешком. Все дорожки. На что у нас заняло сколько, блин? Часа 3-4, я не знаю, сколько. Короче, время мы куляем. Часа 4. Да. Так что вот так вот. Всем, кому понравилось мое видео, ставьте лайки. С вами был дядя Митя. И всем удачи. И пока.